Роды при свете фонариков. Вряд ли о такой романтике мечтают женщины в один из самых ответственных моментов в своей жизни. И если погода стала виновником внезапного отключения света в областном роддоме, то само отключение медикам погоды не сделало. Эдуард Геннадьевич Целицкий работает акушером-гинекологом без малого четверть века. Наверное, поэтому о любой внештатной ситуации рассуждает спокойно. В этой профессии паника ни к чему. В внештатных ситуациях в акушерстве всегда очень часто, очень много бывает. Но вот последняя ситуация, когда с отключением света, в принципе, она никак не сказалась на работе перинатального центра. У нас прошло очень много родов, 15 родов из них, 5 операций кислоресчения. Поэтому света отключали как-то временно. У нас автономное питание, поэтому никак не сказалось на работе, никаких отделений. Ну и нам, в принципе, некогда было обращать внимание. У нас было очень много работы. Несмотря на автономное питание, в родблоке свет все же погас. И медики остались, пусть не в кромешной тьме, но в полумраке почти на 20 минут. Так случилось, что именно в это время должны были появиться на свет два малыша. Электричество отключилось в самый ответственный момент, делится впечатлениями акушер-гинеколог Полина Александровна Чижова, которая тоже дежурила в этот день. Врачи сработали слаженно, а мамочки не успели ничего понять. Приживите? Они как-то слегка немножко, вроде как-то было неожиданно, что вроде как. Был свет, он погас, родили детей, свет опять включили. Все услышали, что детки кричат, все хорошо, все были очень счастливы и рады. Детки появились на свет здоровыми, с высокими показателями по шкале оценки новорожденных. Через два часа молодых мам перевели в палаты, а спустя пять дней выписали домой. Екатерина Мазуряк, Олег Тоньшин, репортер 73. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова